всем привет добрый день сегодня мне привезли вернее вчера два двигателя на обслуживание с крупа ружки зерно дробилки как она называется по-другому еще так это двигатель мне нужно просто обслужить подшипники и помазать и так далее а вот в этот двигатель по умолчанию на 380 на три фазы но этот так же самое и вот этот двигатель нужно мне переделать на короче 6 выходов сделать него у него по умолчанию было три выхода раз два три вот как на этом сейчас только три выхода 380 и здесь было также мне нужно сделать 6 выходов и подключить его на треугольник чтобы заводить от конденсатора 220 я уже в общем то всю работу проделал и подумала чушь я туплю надо людям показать может кому-то будет полезно потому что я как-то выкладывал видео как подключить звездой треугольником и многие люди писали спасибо за то что якобы пролезли весь интернет и более менее доходчиво объяснил я хотя я там сбивался путался ну да ладно и так теперь с чего начнем вот он как двигатель есть по умолчанию три провода эти три провода если вот так показать вот они уходят сюда один пошел и пошли два сюда так дальше здесь под обмоткой спрятаны еще три конца вот здесь вот нет не здесь здесь они вот они видны вот здесь скрутка три таких конца скручены вместе три штуки запаянные за изолированный они спрятаны вот потому что соединение звездой три конца скручиваются вместе а 3 выводятся его конечно можно завести и от конденсатора тоже но у него кпд будет 50 процентов от мощности а при подключении треугольником кпд возрастает до 70 75 процентов то есть если вы подсоединяете через конденсатор циркулярку или что лучше включать треугольником вырастает все-таки на 25 процентов мощность а это чувствительно поверьте и так вот он запаян и все ну замотаны я его не трогаю потому что мне его надо только подшипники поменять просто я вам показал его что вот они три провода и не 6 как сделать 6 теперь 6 мы делаем вот так я уже сделала в общем его чуть-чуть раз уходил посмотрите три провода которые идут по умолчанию они вот они выходят вот три провода три конца они идут на выход а другие три конца вот здесь по этой стороне они были у меня спалины то есть я подрезал вот эти веревочки и достал эту спайку изоляцию снял откусил край запален запаянный и три конца этих я вывел туда же мне пришлось возможно если вы разберете у вас этих вот этого вот конца самого ну не хватит чтобы вывести сюда добавляете провод изолируете его прячете здесь тут места хватает чтоб спрятать и изоляцию провод то есть удлиняете провод чтоб вывести а здесь свободно он у вас туда внутрь провалится у меня например хватило два штуки вывести без добавки и один я добавил вот он видно изоляция кембрик и дальше идет уже у меня вот он желтый зеленый провод это он добавленный а два по краям слева и права это они у меня полностью хватило их туда довести так до конца до края вот в общем то и весь смысл смысл в том что раскрутить эту обмотку оплёточку где три штуки и три этих провода провести сюда и спрятать их ну вот например я знаю что у меня сейчас при любой вибрации они они не об якорь не оба что задевать не будут они нормально но они не играют тем более тут обмотка толстая я оставлю это так уже все потому что у меня изолирована я прозвонил проверил на корпус ничто не пробивает все нормально вот и получается 6 концов сейчас кто-то время если вдруг прикалываются что я говорю концы концы потому что это так и называется концы в любой книге прочитать можно так дальше дальше у нас вот они три провода раз и вот они три провода два есть то есть у нас три обмотки с концами наружу все нормально ну а дальше я не знаю уже объяснять нужно нет как подсоединять треугольником звездой но звездой смысла нет потому что он был звездой подключен а треугольником подключать сейчас я покажу наверно для этого нужен мультиметр тестер или даже любой индикатор на лампочке там или зачем хоть пищалкой берем один край конец вот этот например и ищем который конец будет с ним вместе ну конец этой обмотки который будет вам пищать там лампочка загорится то есть если вы нашли вот этот и например у вас запищал вот этот вместе их ни в коем случае не соединять нужно соединять каждую обмотку следующую то есть если вы вот этот подсоединили край сюда и он у вас звонится с этим краем вот этот край вот на эту обмотку подсоединяем потом звоним этот край где он с какой будет вот с этим у меня был я его на этот подсоединяю и получается что у меня обмотки как по кругу закон тачины если непонятно посмотрите у меня видео есть как подключить треугольник я же говорю там люди сказали вроде понятно потому что сейчас разбирать опять его уже не хочется и я думаю все равно и также вам понятно не растолкую это как я не знаю попроще объяснить вроде все понятно должно быть или это понятно когда понимаешь так 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 три конца торчат и три конца торчат так так короче главное не замкнуть два конца одной обмотки и замыкать нельзя то есть я же говорю если прозванивается вот это вот это например и вот это то их вместе соединять ни в коем случае нельзя надо дальше соединять то есть если это прозвонилась на время с этой то вот так вот на искать и пошли вот так ну короче ну ну должно быть все понятно вроде эти хоть чуть-чуть физику школе учили поймете вот простая смысл дает что вы своего видео не подключения а как вывести три провода ну то есть 6 проводов это понять непонятного я думаю тут проще уже некуда разматываем скрутку и выводим провода ну вот и все что я хотел сказать наверное поэтому электродвигателю да все не ругайтесь сильно что сбив чего опять может быть я просто торопился короче все всем удачи всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки пока так ну короче собрала до конца двигатель и решил вам показать запуск короче так же как я показала вот они 6 концов соединены по одному если раз два три 220 подходит к любому из двух ну короче любому из трех выбираете 2 подсоединяйте хоть так хоть можно вот так хоть вот так от этого будет зависеть просто направление вращения то есть если я например подсоединил вот так у меня сейчас он крутится по часовой стрелке если я вот эти провода 220 поменяю местами ничего не изменится он так и будет крутиться другую сторону надо будет просто один из этих проводов перекинуть или вот этот отсюда сюда ну или этот отсюда сюда то есть положение на клеммах меняем и тогда он будет у вас крутится другую сторону так ну и вот два провода короче подсоединяем два контакта а третий провод вот выводим также от любого хоть от этого я вывел вот конденсатор пусковой хоть от этого хоть от этого выводим и замыкаем его на третью то есть сюда вот он еще час после запуска последнего оставался ток короче замыкаем на третью я сейчас вам ну это все ставится спусковой кнопкой а я покажу запуск так без кнопки то есть я включу розетку он просто гудит замыкаю и он пойдет вращаться заведется так теперь а как же мне теперь сделать это все двумя руками надо же включить короче ладно включая он что будет гудеть поехали выключил розетку он у нас останавливается подшипники гудят но мне их и не просили менять на этом двигателе тут надо было только вывести вот эти вот еще три конца дополнительных для подключения на треугольник вот и весь в общем-то пушку осталось только поставить пусковую кнопку но то хозяин уже сам сделает то есть на пусковой кнопки три контакта также как и здесь на крайние контакты на правый и левый подключаем 220 потом с любого этого провода перемычку на средний контакт а на выходе на крайние подключаем две любых кнопки а на третью конденсатор то есть там средняя кнопка наш ее нажимаешь и и когда отпускаешь контакт отпускается только для запуска ну вот и все что я хотел вам рассказать теперь уже точно пока опять подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик лайки и и так далее все ждем следующих видео